Дорогие друзья, здравствуйте! Я рад снова вас приветствовать. У меня в гостях Иванов Андрей Аркадьевич, представитель концепции общественной безопасности по странам СНГ. Андрей Аркадьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас приветствовать в очередной раз. Уважаемый Андрей Аркадьевич, я предлагаю продолжить одну из наших недавних тем. Тема такая, национальная идея и государственный суверенитет. Я знаю, что вы буквально несколько минут назад, несколько минут назад, вы вернулись из Гродно. Прямо ко мне в гости. Прямо вот с пылу жару. Да, 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 примчались. Скажите, там вам приходится выступать, не первый раз уже вы в Гродно, выступать перед управленческим аппаратом, перед идеологами. Скажите, какая обстановка Гродно, Рудницкой области, вообще на западе Беларуси? Ну, Гродно – это один из наших регионов, достаточно значимый регион. Там есть крупные предприятия, как Гродно-Азот, Гродно-Химволокно. Я бы сказал, вот мое личное наблюдение. Конечно, как все регионы, там живут люди в более спокойном режиме, в более естественных биоритмах. Они более, может быть, как-то лояльно относятся к разным изменениям, которые происходят сейчас у нас в среде, как говорится, в том числе и в экономической. Но в то же время они задаются вопросами всеми теми, которыми задаются здесь у нас в Минске. То есть спрашивают, вот почему, допустим, ввели сбор 30-процентный на валюту. Почему, допустим, президент поехал к Порошенко. То есть они задавали конкретные вопросы. Поэтому я скажу так, что… Что вы отвечаете на такие вопросы? Вы знаете, я сказал, что на самом деле, конечно, если мы говорим о том, что нужно преодолевать сложившуюся ситуацию, то ни в коем случае не за счет, так сказать, кошельков наших граждан. Потому что, ну, понятное дело, что вот уровень зарплат, представьте, там ограничен сегодня. Ну, для меня это, в общем-то, в моем понимании, это жесточайший минимум. От 300 до 400 долларов в среднем получает специалист, который обладает уже какой-то квалификацией и опытом работы на предприятии. Ну, не лучшее, конечно, предприятие было там, где я был, но, тем не менее, это предприятие производственное, которое производит конкретные продукты, пищевые продукты. То есть касается демографически обусловленного спектра потребностей. При этом на таком уровне дохода люди, естественно, возмущены, как теперь быть, если, получается, мы должны доплачивать некие налоги. Ну, вот как раз, понимаете, это вот показатель того, что мы все еще топчемся на месте в понимании, куда двигаться вперед. У нас нет такого острого взгляда. Видения. Мы, так сказать, пытаемся определиться за красных мы или за белых. Хотя наши, так сказать, оппоненты, наши коллеги, если можно их так назвать, за океаном очень четко понимают. У них нет никакой морали, да. У них есть четкое программное действие. Задача какая? Все постсоветские республики перевести на прямое внешнее управление, как сейчас происходит в Украине. И, соответственно, реализовывать программу снижения народонаселения. То есть, любым образом. Сейчас мы знаем, там, вереное отключение, падение уровня жизни, повышение цен. На Украине. Да. Поэтому сейчас вот у нас конкретный звоночек. Мы видим, что идет внешнее влияние на российскую экономику. Естественно, люди ищут там, где дешевле. И обвинять их в том, что они поехали куда-то что-то покупать, потому что там дешевле. Извините, если при таком уровне доходов человек экономит последнюю копейку, он, естественно, ищет там, где дешевле. Ну, вот я многодетный отец. Это закон экономики. То есть, интересы людей. Купляется белорусское, будет работать тогда, когда белорусское, будет в том числе конкурировать по цене. По качеству, понятно, но и по цене. Демографически, подчеркиваю, об условном спектре потребностей. Человек выбирает там, где ему это оптимальнее купить. Во всех отношениях. Это выход из положения. Выход из положения, как на Украине. Уже нельзя, нет. Нельзя рассматривать уже выход из положения в рамках отдельно взятого, извините, огорода. Отдельно взятой республики Беларусь. Теперь надо смотреть на проблему с цивилизационным размахом. То есть, смотреть на то, что происходит в русском мире вообще. Мы не можем теперь рассматривать решения и улучшения макроэкономической ситуации в отрыве от исторически сложившейся нашей вот этой вот сложившейся интеграции с Россией, с Казахстаном, с другими республиками, которые сейчас потихоньку присоединяются в Российский Союз. И то, что торпедируется Евразийский Союз, чтобы мы принимали решение переход, опять же, на иностранную валюту в торговле с Россией, чтобы мы вводили какие-то налоги, опять же, граждане вынимают деньги из своих карманов. Это все торпедирование идеи Евразийского Союза. С 1 января 2015 года, вот буквально через несколько дней, этот проект запускается. Он должен уже начинать работать, этот договор, эти соглашения. Никогда. И посмотрите, какой жесточайший удар пошел по России. Да, Евгений Николаевич. Какой жесточайший удар пошел по Белоруссии. Это, вы понимаете, это ожидаемо, это понятно, это предсказуемо. Мы предлагали это рассматривать и предвидеть еще раньше. Я в правах человека, в новостях славян, я называл, что никто не даст так просто запустить эти проекты. Совершенно верно. Пока мы не начнем в общественном поле, в информационном общественном поле обсуждать вопросы, связанные с, скажем, изменением или торпедированием российской экономики на уровне понимания простым человеком того, что это борьба цивилизаций, что это борьба внешнего центра силы за свое доминирование, за свою гегемонию на нашей территории. Что в той модели существует понятие рабства, в евроамериканской западной модели стратификации цивилизации существует понятие рабства, быдло, если хотите. Есть подход такой, что есть господа, есть холопы. И мы сегодня, кстати, что касается экономической модели, живем по правилам так называемого Вашингтонского консенсуса, который, по сути, закрепляет холопско-барские отношения. Есть страны, так сказать, развиты, которые, ну, скажем так, являются митрополиями, а есть развивающиеся, иначе говоря, криптоколониальные процессы, криптоколониальные территории, в том числе и Беларусь, относятся к этой территории. И мы ищем сегодня решение, которое касается исключительно наших локальных интересов. Мы утонем в этом решении. Нельзя сегодня его искать так. Нам нужна евразийская перспектива, теперь уже союзная перспектива. Только сообща, региональная валюта, нулевые ставки по кредитам. Вы смотрите, что сегодня мне рассказали управленцы в Гродно. Это свежая информация, буквально утреннее. Они сказали, что у нас градообразующие предприятия уже ложатся. Градообразующие, потому что деньги, ну, с такой ставкой, какая отрасль может выдержать 20%, как у нас в Нацбанке? Какая отрасль? У нас, к сожалению, нет такого экономического советника, как у Путина, Сергей Юрьевич Глазьев. Нет такого совета, который мог бы на пальцах это объяснить. Нет у нас таких ректоров, как Ефимов в Санкт-Петербурге, которые тоже на пальцах объясняют. Нет, как бы я ни относился, такого депутата, как Федоров, который может, скажем так, население всколыхнуть и показать, как говорится, информационную... Буквально на примерах. Да, показать простыми, доступными словами, показать некую правду, которую мы сегодня пытаемся вот здесь, вот в этих вот роликах вместе с вами как-то вскрыть. Получается, понимаете, я, например, нисколько не удивлен всем тем, что сейчас происходит в России и всем тем, что происходит в Беларуси. Про Украину я молчу. Там ясно, там все понятно, уже и открыто. Меня поражает в очередной раз уровень синхронности. Глобальные синхронные удары, глобальные. Абсолютно. Санкции против России, санкции против Беларуси немножко сдержали санкции, разделяя и властвуй, то, что мы говорили. Это все концептуально грамотно. Нуланд уже говорит, что да, мы готовы, они, американцы, готовы уже улучшать отношения с Республикой Беларусь. Уже с Кубой они устанавливают дипломатические отношения. Казалось бы, ну какое дело, как увязать эти кубинские события и освобождение кубинской пятерки с событиями на Украине. Это все делается для того, чтобы точнее ударить по России, по Беларуси, чтобы через Кубу влезть уже в Россию, чтобы расколоть. И там только Россия начала с Кубой выстраивать жесткие, в хорошем смысле, жесткие, хорошие экономические проекты, жизнеспособные. Только там начали наши корабли, ну наши, я говорю так, скажем, российские, тут же мгновенно влазить туда, в Вашингтон, чтобы только остановить и сдержать. 1 января, мне интересно, вот через, будет, будет запущен этот проект или нет? Вы знаете, проект запущен будет, но дело в том, что мы сегодня должны понимать, чем еще все это осложняется. Беларусь пока, на данный момент, я надеюсь, что так и будет, это в целом единый народ, который при каких-то там шероховатостях, высказываниях там неких иных хронологических, исторических каких-то деклараций, в целом это некая средняя мера понимания того, как должно быть правильно, даже пускай на уровне самоощущения, там не уровне оглашения, на уровне самоощущения. И поэтому, а Украина, она просто нам как бы сняла розовые очки. Вообще 2014 год, это год снятия иллюзий всех и розовых очков со всех, я считаю, со всех, у кого они еще были. И вот сегодня, но наш единый народ, он имеет отношение как бы с двумя Россиями, понимаете? Россия там две. Вот именно элитарно-финансово-олигархическая Россия, которая пытается и думает о том, как сохранить свои позиции, свои капиталы, свои отношения, значит, там повязано все и так далее. И есть трудовая Россия, которая, праведные тружники, которые, ну скажем так, видят будущее своих детей именно в России, которые связывают свое будущее с Россией, то есть видят себя там, как гражданами своей родины. И вот сегодня официальному Минску приходится, скажем так, иметь отношение в основном, как правило, с первой составляющей, которая является более такая, скажем так, ну гламурная, более олигархическая, если можно назвать, тусовка такая. И поэтому можно понять президента нашего, что он, соответственно, делает некие заявления, реагирует каким-то образом на принятие решений, потому что, ну как-то обозначить свои действия, что, скажем так, видится с уровня государственного управления, как несправедливые. Но в то же время мы же должны понимать, какие конечные цели у той же Нуланд, у того же Госдепа, какие конечные цели. Конечные цели – это Донбасс, здесь, в Беларуси, это Донбасс. То есть нужно перестать испытывать какие-то иллюзии, что у нас походят по площади незалежности, продают печеньки, и у нас будет от этого счастье. Не будет. И нам нужно принимать свою концепцию устойчивого развития, которая была бы государственно ориентирована и которая была бы завязана на Евразийский Союз. Очень точно сказано, что 2014 год – это год, когда очки снятые оказались по Украине. Все все увидели. И в Гродно выступая, в Бресте, да в любом, в Могилеве, в любом городе Республики Беларусь, перед любым трудовым коллективом, перед любой воинской частью, надо сказать просто и ясно. Народ Республики Беларусь, хотите, чтобы у вас было как на Украине? Пожалуйста, все в наших руках. Хотите внешнее управление? Оно будет. Зарубежные министры будут. Министры будут зарубежные. Будет вам бесплатные печеньки нуланд раздавать, как бусы раздавали индейцам. Индейцам, понимаете, да, за остров Манхэттен, да, тогда они там скупали этот остров. Будет, хотите в Беларуси, чтобы было? Будет. Если мы не поднимемся, если мы в голове, в своем сознании не поймем, что реально происходит, это первый момент. Второй момент – никогда мы в одиночку не выстоим. Никогда. Абсолютно верно. Говорю вам, не выстоит Россия, не выстоит Беларусь, не выстоит Казахстан. Можно ездить сто раз друг к другу в гости, встречаться на уровне президентов, премьеров, принимать массу решений, концепций, всего, что угодно. Не выстоить поодиночке. Разрубят, поделят. Только сообщают, да. Только вместе. Мы говорим «русский мир». Когда я говорю «русский мир», я имею в виду не русский мир, что все русское только русским. Только русские тут. Говорится, многонациональный, многоконфессиональный мир. Это и белорусский мир, это и еврейский мир, это и, извините, и исландский мир. Это все вместе, это все наше постсоветское пространство. Вот такой русский мир, где всем удобно. Я вам назову такой факт. Я вам просто называю факт. Сегодня в Минске уже пропагандируется, знаете, какая личность историческая? Витушка. Витушка – это его называли, это каратель белорусских полицаев, один из карателей. Руки в крови были. Сколько он расстрелял мирных граждан, партизан, сколько наших расстрелял. Это известно одному богу. Сегодня, его называли еще белорусский Шухевич. Понимаете, если общественность, он сегодня, о нем уже идет молва, слава, он, да, его хотят героизировать уже. И милиция помалкивает. Вы представляете, о чем идет речь? Шухевич, опять же, это следствие того, что у нас сегодня Конституцией запрещена единая идеология. Идеология – это общедоступное выражение смысла жизни общества. Общедоступное выражение смысла. Если у нас нет принятой идеологии, которая опирается на героическую память наших дедов, которые кромсали карателей в хлам, понимаете, и чьими потомками мы являемся здесь, живущие по праву на этой земле. Если у нас нет идеологии, которая продолжает дело народа-победителя, которая продолжает строить общество не толпы элитарные, не рабовладельческое, а справедливое. Но под это нужно подводить культурологическую базу, образовательную базу, воспитательную, науку. Не обосновывать наукоемко, наукообразно ставки судного процента, что они якобы нужны для того, чтобы экономика развивалась. А в итоге градообразующие предприятия ложатся. А чтобы действительно появились люди, которые способны включить мозги, переосмыслить и понять, где решение накопившейся проблемы. И сегодня нашей национальной идеей является идея справедливости, которая всегда жила в сказках, в былинах, в преданиях у русского человека. Русский какой? Русский. Какой? Русский. Русский как прилагательный, как цивилизационная принадлежность. Многонациональная русская цивилизация. Это люди, которые устремлены в праведность. И именно эти люди способны дать ту идею справедливости, которую могла бы сплотить всех нас. И это сейчас должно быть нашей национальной идеей. Но не в одиночку, подчеркиваю, а только сообща, как вы правильно сказали. Иначе не устоять и не выдержать. Дело в том, что вы видите, русские сказки, а белорусские сказки, а украинские сказки, ведь правильные были, выдержанные. Это был единый мир, единый русский мир. Казахские сказки. Нравственное воспитание заложено в эти сказки. Нравственные ориентиры для малыша, который взращивается. Были нравственные ориентиры заложены. Мы родом из детства все. И поэтому то информационное поле, в котором мы формируемся, то информационное состояние, оно в итоге формирует качество личности. Если вспомнить школу, в которой мы учились, советскую, у нас было прежде домородни, потом о себе. Сам погибает, товарищи выручая. В жизни всегда есть место подвигу. Но, естественно, это формирует определенный склад психики человека, который обращен во внешний мир. А когда сегодня нам навязывают опять матрицу внешнюю, сам... А наши идеологи не отвечают. Не отвечают, да. Поэтому и витушка появился, понимаете, раз вы сказали, что это каратель. И опять же молчание. Нет идеологии, нет ключевого скрепа, который должен четко сказать, что у нас является нормой. Вот вы знаете, кстати, интересная вещь. Мне буквально позавчера в руки попалась декларация прав человека. Она принята в 49-м году, в 99-м году там были дополнения и изменения. Вот если внести четкое понимание, что такое человек с позиции концепции общественной безопасности, и внести понятие свободы с позиции концепции общественной безопасности, декларацию прав человека можно практически полностью считать, что это концепция общественной безопасности. Но за счет того, что не проясняются конкретные определения, не вырабатывается по ним четкое видение в масштабах страны, есть полный раздрай. Это очень хитрый документ. Вы абсолютно правильно говорите. Общее положение правильное, но когда касается реализации, там закладываются и заложены такие моменты, что позволяет развязать руки любому государству-агрессору. Каждый видит там свои образы. Для кого-то демократия – это танки и самолеты. Для кого-то демократия – это публичное повешение главы государства бывшего. Уважаемый Андрей Аркадьевич, еще вот меня, не буду от вас скрывать, меня очень смущает один документ. Он сейчас находится в проекте. Это документ называется «Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 года». Пока это проект. На данный момент, вот на сегодня, он находится на обсуждении пока в Министерстве экономики. И общественное обсуждение. Общественное обсуждение идет. Он вывешен на сайтах государственных. Можно найти его, свободно почитать этот документ. Ваше мнение? Мы, конечно, с нашими коллегами-экспертами будем еще внимательно изучать. Но на первое прочтение, на первый взгляд, как говорится, обнаружились определенные вторые смысловые ряды, о которых можно сейчас сказать. Беларусь рассматривается как локализованная экономика, которая будет встроена в транснациональную корпорацию. Как мы понимаем, если это локализованная экономика, тут так, кстати, и написано, сейчас не могу найти страницу, как звено в транснациональном технологическом процессе. То есть, получается, если мы звено, то субъект управления явно не на нашей территории. Но это просто понять. Что еще бросилось в глаза? То, что, значит, очень часто говорится об обеспечении рыночных свобод, о свободном рынке здесь часто указывается. Но нет никакого свободного рынка. Это блеф, который придуман специально в рамках вашингтонского консенсуса, чтобы, извините, разводить лохов, но по-другому не скажешь. Чтобы экономисты научно обосновывали, что невидимая рука рынка сама все регулирует, а в итоге ресурсы через ставку процента, который вложен во все товары, выкачиваются через систему банков, выкачиваются. Правильно говорят умные люди. У каждого рынка есть свой хозяин. Дело в том, что, как я понимаю, вот в этом документе, пока это проект, Беларусь определяется, статус Беларуси, как объекта международного права, не как субъекта. Объекта. Нами будут управлять извне. Совершенно правильно. Мы не сможем. Мы просто часть какого-то большой-большой, извините, пищевой цепочки. Часть, образно, я образно выражаюсь, Республика Беларусь, 10 миллионов человек становится, вот если будет принята эта концепция, под нее будут приняты законы, потом подзаконные акты. Совершенно правильно. Это столбовая дорога. Да, столбовая дорога. Мы становимся, в буквальном смысле, частью пищевой цепочки очень богатых людей и транснациональных компаний. Вы понимаете, почему сейчас остро назрела необходимость создания исключительно новой мировоззренческой, методологической подготовки управленческого корпуса? На всех уровнях, начиная от высшего эшелона управления государственной власти, кончая самой маленькой лавочкой предпринимателя, сегодня на искажении образов, вот то, что я сказал на примере Декларации прав человека, можно потом этот образ использовать, вот так, как мы говорили, любым иным способом, который недопустим на самом деле в отношении населения, живущего здесь у нас. Так вот, кстати, целью прогресса в этой концепции определен человек. Но что такое человек? Не раскрывается. В качестве одного пункта вот этой концепции, проекта, о котором мы говорим, устойчивого развития Республики Беларусь, называется продажа собственности, государственной собственности, иностранцам. Что можно тут еще сказать? Во-первых, не сказано, на каких условиях, что, к чему. Нам скажут, это будет разработано в законах и подзаконных актах, но почему это сразу не оговорить, чтобы потом уже не было противоречий? Ведь это в буквальном смысле слова скупят нашу собственность, очень богатые люди, и Беларусь станет просто частной территорией, станет частное государство, то, что мы видим на Украине. Но Украине сегодня государство несуверенное. Мало того, что оно управляемое извне, ясно, что оно не самостоятельно, оно еще просто частное. Это впервые вообще в истории еще. Есть частные армии, есть государственные армии, есть частные армии. Выясняется новая форма государственности на Украине сегодня. Фирма, да? Фирма, частная фирма под названием Государство Украина. С внешним управлением. Там будет наблюдательный совет, там будет совет директоров. Коммерческая фирма под названием Государство Украина. Вот к чему все идет. Если мы это хотим, если будем молчать, если мы не хотим сегодня заниматься, я говорю, к белорусам обращаюсь, заниматься политикой, то политика займется нами. И мы станем объектом политики. Кстати, все, вот если вспомнить историю, все катастрофы русского мира, они как раз были следствием равнодушия абсолютно подавляющего большинства людей. нежеланием знать, нежеланием понимать, нежеланием разбираться. Поэтому давайте еще раз обратимся к белорусам, к россиянам, ко всем народам постсоветского пространства. Давайте наконец-то призовем их осознать, что происходит. Либо мы будем объектами чьих-то манипуляций и будем, извините, в пищевой цепочке каким-то там кусочком какого-то там мяса. Либо мы будем сами решать свою судьбу на своей земле, на своей территории вместе с другими народами в масштабах русского мира, где всем народам, всем религиям будет нормально, спокойно, комфортно проживать. И главное, безопасно, о чем и говорит концепция общественной безопасности. Поэтому, Андрей Акадьевич, еще раз спасибо за ваше неравнодушие. Спасибо, что вы нашли время и прямо с дороги, прямо ко мне в гости. Я думаю, так надо делать, так все будем обсуждать и открывать глаза людям там, где это нужно. Дорогие друзья, да, кстати, мы ведь накануне Нового года. Да, надо поздравить наших уважаемых граждан, дорогие граждане Республики Беларусь. Россиян. Дорогие россияне, дорогие украинцы, все мы на самом деле не братские народы, как нас все время говорят, что мы братья бывают старшие и младшие, двоюродные, троюродные и приемные. Мы на самом деле один народ, давайте мы из этого будем исходить единый и целостный. И хотелось бы пожелать, чтобы следующий год, раз уже мы очки розовые, сняли, был годом пробуждения, тотального пробуждения каждого гражданина, пробуждением на основе диктатуры правды, диктатуры совести, для того, чтобы сообща на единении и правды, и правде, мы смогли создать новый, красивый русский мир, в который будут включаться новые страны. Но главное, что этот русский мир будет безопасным, о чем и говорим мы в наших выпусках. Спасибо еще раз. Дорогие друзья, спасибо за ваше внимание. Еще раз поздравляю вас с Новым годом. Всем желаем вам счастья, здоровья. Мы хотим только одного, чтобы жизнь в русском мире была спокойной, счастливой и безопасной. И тогда все вместе мы пройдем через любые испытания, и не позволим никому вторгаться в наши дела. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok